Всем привет, я Алексей Бурлаков. Говорим о международных событиях. Именно для этого я вас здесь и собрал. Поехали. Самое важное, правда не очень международное, но в основном именно про ту сторону мы поговорим. Про ту сторону, которую возглавляет Туск сейчас. Туск или Моровецкий, это в принципе роли не играет, как мы видим. И, наверное, при Моровецком даже больше внимания уделялось границе, больше внимания уделялось этим попыткам, по крайней мере, решения проблем. Может быть, больше внимания обращалось на эту проблему, как раз когда премьер-министром Польши был Матеуш Моровецкий. Но мы видим, что сейчас разговоры об этом идут, я имею в виду о решении проблем, но в основном на каком-то дипломатическом уровне. То есть что происходит? Польские фермеры плюс шахтеры. Что с шахтерами? Почему шахтеры вышли на забастовку тоже вместе с фермерами, мне пока непонятно. Водители-дальнобойщики. Это как раз целиком понятно абсолютно, почему они. Они в паре с фермерами работают. Ну, точно не в тройке с шахтерами. Ну, шахтеры, видимо, просто за компанию вышли постоять на границу. Видимо, украинское зерно им мешает больше всего этим шахтерам. Ну, не суть. Кого собрала конфедерация, того собрала конфедерация. Конфедерация – это политическая партия, с которой должен был объединиться в коалицию. Кстати, право и справедливость, партия президента и Маташа Муравецкого. Что происходит в польской политике? Точнее, куда уходят корни этой всей истории? Я думаю, мы с вами разберемся. Многие наши коллеги уже на полпути к решению этого вопроса. По крайней мере, в какую сторону это все смотрят, они давно определили. Но тут больше все-таки польская проблема. Потому что не было бы проблемы, Россия не смогла бы раскрутить из этого катастрофу. В чем дело? Польские фермеры стоят на границе с Украиной. Кстати, польские фермеры стали как уже британские ученые таким же крылатым выражением. Но Мэншестэм. Они блокируют любые, любой транспорт. Сейчас уже. Они блокировали ЖД-транспорт. Они блокируют автотранспорт. Они блокируют украинские автобусы. И кричат вслед украинцам. Не вслед, а не пуская их на территорию Польши. Кричат, что вы нам тут не нужны. Мы вам тут нужны. Мы вам тут сделали большую, ну хорошо не большую, но большую часть, большую прибавку к бюджету. В смысле не нужны вам украинцы в Польше. Но это другой вопрос. Их слоганы, выкрики это абсолютно другой вопрос. Скорее всего им просто развязали руки и сказали делайте что хотите. Но тут главный вопрос в этом всем. Потому что еще до выборов осенью, до парламентских выборов, которые проиграла партия право и справедливость, напомню еще раз, это партия президента и партия тогдашнего премьер-министра Моровецкого. До того, как они проиграли, собственно, в предвыборной кампании, партия очень сильно использовала вот этот козырь междунациональной ненавистью, междунациональной вражды. И, конечно, его использовала не прямо, но вот эти группы, радикальные группы, уже начинали поднимать голову и понимать, что им все можно. В Польше эти право радикальные группы и так особо себя ничем не сдерживали. Но все-таки им дали больше свободы. Это субъективное мнение, конечно же. И тут любое мнение будет субъективное. Но, во всяком случае, некоторые заявления правящие верхушки Польши тогда настраивали как раз на то, что вы можете спокойно выражать свою ненависть к украинцам и вам за это ничего не будет. Вот здесь мы это и получили. Но вопрос в том, что власть сменилась, а все осталось точно так же. Это значит, что либо основная центральная нитка, да, линия власти осталась такой же, как и была. Ну, или второй вариант, это выгодно и тем, и потом оказалось тем. В общем, решение предлагает, предложил, я, по крайней мере, слышал четкое какое-то, более-менее четкое сформулированное решение от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. И то это неофициальное предложение. Это ответ на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что для того, чтобы решить этот вопрос, если нам не получается его решить изнутри, так сказать, то мы можем и должны будем его решить снаружи. Ну, то есть, сделать так, чтобы, как и раньше, большая часть зерна украинского вывозилась морем. Да, но и так, небольшая часть зерна вывозится через Польшу, буквально до 10%, может быть, около 5% даже всего зерна вывозится через Польшу, именно через эту границу. И именно это задевает. Но, я думаю, что главная история тут не в зерне, не в количестве его, не в том, что она возвращается после того, как приезжает в Германию к пункту назначения, вроде как возвращается, там она, в Германии говорят, что она непригодна, и она возвращается в Польшу уже как европейское зерно и продается по соответствующим ценам. Я думаю, тут не в этом абсолютно дело. Тут дело в том, что нужно было заблокировать поставки. Заблокировать поставки гуманитарные, заблокировать поставки военные. Тут нужно было показать, что Польша может управлять тем, что происходит в Украине. Потому что Украина сильно стремительно ринулась в ЕС, Украина сильно резко начала туда идти. И Польша, как восточная граница ЕС, Польша, как восточная граница НАТО, чувствовала собственную важность. И здесь эта важность, ну не то чтобы теряется, но как бы становится под угрозой. И сейчас они говорят, что мы будем устанавливать правила. Мы будем пускать или не пускать грузы. Странно. Да, это границы с Польшей гораздо больше, чем границы с Венгрией или Словакией. Но, тем не менее. В Чехии, кстати, тоже протестовали фермеры. По всей Европе протестуют фермеры, никто не блокирует границы. И только Польша видит в этом какие-то проблемы. В Молдове фермеры получат компенсацию за какие-то убытки, которые у них могли произойти. В общем, эта проблема каким-то образом решается везде, кроме Польши. Один из тех, кто там у них считает себя главным в этом блокировании границы, один из медийных главных, так сказать, Роман Кондруф, так называемый. Вы можете загуглить, кто это, и можете сами посмотреть, куда растут ноги. И при чем здесь партия Конфедерация? И при чем здесь Мекклер, так называемый? И при чем здесь Крым, кстати, оккупированный, в который он ездил? Открою так вам немножко, подниму одеяло, так сказать. В общем, теперь они говорят, что будут перекрывать еще и пассажирские перевозки. Как на это будет реагировать польская власть? Ведь должно же эта реакция быть очень быстрой в таком случае. Правда, если никому это не выгодно. Мы будем смотреть с вами вместе. Но сейчас с другой стороны границы, с украинской стороны границы, точно так же перекрыли подъезды. Можно ли это назвать победой правой стороны парламента? Можно, в принципе, это назвать победой ПИС, правой и справедливостью. Может быть, остались какие-то рычаги. Может быть, именно в этом и есть договоренность с конфедерацией. Может быть, это все дело сможет выйти на внеочередные парламентские выборы. Но это очень вряд ли. Во всяком случае, сейчас следы пытаются подчищать. Во всяком случае, сейчас тех лидеров, так называемых лидеров протестов, которые уж слишком засветились, их потихонечку убирают из партии. Их потихонечку выводят за политическое крыло. Так, чтобы, ну, по крайней мере, сейчас партию конфедерации с ними не связывали. О том, что это протест политический, понятно даже ежу, мне кажется. О том, что никаких проблем с украинским зерном нет в Польше. Ну, даже если есть, то они не такие, чтобы повлиять на всю отрасль. Об этом говорили даже немецкие, французские, английские специалисты. Ну, то есть, все говорили о том, что это не проблема. И в других странах, то есть, которая граничит с Украиной, и которая не граничит с Украиной, то есть, не могла Украина наделать своим зерном так много проблем по всей Европе, что вот везде фермеры протестуют по одному поводу из-за правил Европейского Союза, а конкретно в Польше они протестуют из-за Украины. Ну, странно, правда? Когда это прекратится, это большой вопрос, потому что как минимум месяц они обещают стоять. Если они как минимум месяц будут блокировать пассажирские перевозки, то это станет на самом деле большой проблемой. Не в пассажирах дело, а если дело дойдет до пассажирских, то значит это и оружие, это значит и гуманитарные грузы, и все остальное. А это очень важно. И это еще одна победа России, как это ни странно. Как бы не показалось сейчас то, что Лавров называет русофобией, но это так, наверное, и есть. В общем, это есть проблема России, и как ни жутко это признавать, но в конкретном случае Польша, пытаясь самоутвердиться на арене Европейского Союза, подыгрывает России, от которой она готовится защищаться через 3-5 лет. Это очень странно, но мы посмотрим, кто себе накопает тут яму. Если вы помните, в одной из предыдущих нашей с вами встречи говорил о том, что количество вероятных, вероятное количество, вот так лучше, ФСБшников в рядах платформы обувательской, это партия, с которой пришел Дональд Туск к премьерству, оно может быть больше, чем мы можем себе представить. И тут абсолютно не важны их требования на самом деле, потому что требования у них в принципе такие же, как и у других фермеров по всей Европе. Ну, может быть, немного с украинским оттенком. Но, тем не менее, будем следить за тем, что будет происходить на украинско-польской границе, потому что это важно. Еще одно важное и еще одна победа, можно сказать, правого фланга и победа России в том числе. Это Венгрия. В Венгрии будет таки голосовать, вроде как будет голосовать за вступление Швеции в НАТО, но если вы помните, там был такой спор. Шведская партия Фидес, прошу прощения, венгерская партия Фидес, партия Виктора Орбана, они заявляли, они не явились на заседание парламента перед вот этим перерывом большим. Сейчас у них перерыв идет, до 26 числа будет перерыв. До этого перерыва они не явились на заседание и тем самым как бы сорвали голосование за ратификацию, точнее, вступление Швеции в НАТО. Они говорили тогда, что все это из-за того, что шведский премьер-министр говорил, что в Венгрии нету демократии и, мол, пусть он приедет, а мы потом проголосуем. И таким образом они противоречили Орбану вроде как, который превселюдно говорил, что да, мы за, мы все хотим, чтобы Швеция вступила в НАТО. А сам своей партии, которая не секрет, что полностью от него зависит, не секрет, что он ей управляет полностью и там, ну, не знаю, не армейский, конечно, не ровняйсь смирно, но что за подобное. Она просто не явилась. Теперь заявление о том, что шведский премьер должен приехать. Шведский премьер, в свою очередь, отвечал, что он, конечно же, приедет в Будапешт, но после того, как Будапештский парламент, как парламент Венгрии проголосует, ратифицирует вступление Швеции в НАТО. Но теперь что-то случилось, сорвалось, и шведский премьер все-таки приезжает раньше в Венгрию, то есть Орбан, можно сказать, одержал победу. В этом, по крайней мере, бою, но парламент должен проголосовать за вступление Швеции в НАТО. Я не знаю, почему это такая большая цена, приезд шведского премьера, но, по сути, в этом спарринге, в этом двубое проиграл именно шведский премьер, а Виктор Орбан выходит победителем. Но, наверное, это не такая большая победа, можно было этим пожертвовать ради вступления в НАТО, ведь это все-таки не кровь проливать, но и не отдавать часть своего суверенитета России, как это, скажем, делает Виктор Орбан. Но двигаемся дальше. Еще одна очень важная вещь, и еще одна очень важная скандинавская вещь. Это Финляндия и границы с Россией. Там нету фермеров, там никто ничего не блокирует, хотя зерно российское все равно поступает в Европу, каким-то магическим образом оно туда проходит. Но это, наверное, история для другой нашей программы, более длительной. Финляндия закрывает границу с Россией, потому что там очень много желающих прорваться на территорию Финляндии и попросить политического убежища. Но если вы думаете, что это россияне бегут от путинской власти, это не так. Туда россияне, которые, может быть, и хотели бы убежать от путинской власти, но почему-то этого не делают, свозят представителей, ну, совсем не северных стран. Это такие, как Сомали, это такие, как, в общем, африканские страны. Судан, это Средняя Азия, это та же самая Сирия. И, в общем, очень много разных людей туда приезжают на границу, стараясь пересечь границу пешком, прорваться, так сказать, туда. В России им дают даже какие-то документы о том, что они могут там находиться какое-то время, пока, видимо, не пересекут границу с Финляндией. И потом в Финляндии они просят убежище и становятся беженцами, и претендуют на социальные выплаты и на все остальное, и на, собственно, защиту. И Финляндия их оттуда не выгоняет. Но еще несколько месяцев назад Финляндия закрыла границу с Россией, никого не пропускала там. Они открыли на 48 часов в начале декабря границу. За 48 часов к ним постучалось порядка 16, если не ошибаюсь, тысяч человек, по крайней мере, подали заявки. Из них несколько сотен приехало на эту границу и попытались пройти тоже незаконно. В общем, и граница сразу же была закрыта. Сейчас они говорят о том, что продолжают блокировать, продолжают держать границу закрытой. В Финляндии также предполагают, что когда сойдет снег, виднее будет тех, кто пытается пересечь границу, потому что тысячи по заявлениям пограничной службы финской, тысячи людей планируют сделать это, на самом деле пересечь со стороны России российско-финскую границу. И это не просто так. Это практически та же история, как между, на границе Белоруссии и Польши. Это не просто люди, которые ищут убежище. Большинство из них агенты влияния Российской Федерации. Это тоже не секрет. И не секрет, что они вербуют там людей. Вот смотрите, берешь ты условно 10 человек из Сомали, условных Сомали. Ты тратишь какие-то деньги и время на то, чтобы они прилетели в Россию. Ты им говоришь, что все им тут дашь и позволишь поехать в Финляндию. Даже можно им денег не платить за этот перелет. Они сами нашкребут, чтобы уехать. Они прилетают к финской границе, их там не пропускают. И это тоже хорошо для России, потому что они возвращаются назад. И им предоставляют контракт. Контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Если их пропускают туда, то фактически у них есть теперь агент на территории Финляндии. Ну, это грубо и просто, но примерно такая схема и такой алгоритм там действуют. Такая история. Друзья, следим за границами, к сожалению, или к радости, наверное, следим за границами не своими. И я надеюсь, что так и дальше будем следить за границами не своими, или не только своими. И я надеюсь, что скоро там все наладится. Во всяком случае, о том, что стало все хорошо, и мы или наши партнеры, друзья, всех победили, расскажем вам именно мы. Поэтому нужно оставаться с нами, нужно ставить лайки, нужно оставлять комментарии, подписываться на мой канал и на канал 24-го. Это очень важно. Ютуб тогда показывает это и другие наши видео большему количеству людей. В общем, берегите себя, держитесь и подписывайтесь обязательно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok